Послание президента – важный документ года. В нем были подняты и предложены решения насущных проблем, которые в данный момент волнуют население страны. Таково мнение западноказахстанцев, прослушавших выступления главы государства. Для обеспечения продовольственной безопасности в стране глава государства поручил эффективно развивать все отрасли сельского хозяйства. Был проанализирован вопрос увеличения сельскохозяйственной продукции и что мешает местным аграриям реализовать товар по приемлемой цене на собственном рынке. Касамжумар Тукаев поручил подготовить новые методы и принципы субсидирования агропромышленного сектора. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий. Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация, сказал глава государства. Сейчас в нашей стране очень хорошо внедряют последние технологии. Для этого в каждой сфере нужны квалифицированные кадры. Их не хватает. Многие проблемы были озвучены. Теперь их решения не за горами. В будущем в каждой сфере прибавятся специалистов. Было бы неплохо переходить от сырьевого производства к другим направлениям роста. Всегда актуальным будет и вопрос поддержки молодежи. В этом направлении президент озвучил, что в следующем году 100 тысяч молодых людей будут трудоустроены. А на реализацию предпринимательских инициатив будут предусмотрены кредиты под 2,5%. В сельском хозяйстве субсидии будут выдаваться точечно. Будет дана возможность полного освоения бюджетных средств. Также президент обозначил большие перспективы для молодежи для реализации их инициатив. Также коллективно обращение президента к народу прослушали и библиотекари. Сотрудники библиотеки имени Жубана Молдоголева поддерживают масштабные инициативы главы государства по улучшению благосостояния народа, сфер медицины, образования, развития регионов. Вместе любой груз будет легче, считают работники, и призывают объединить усилия для выполнения всех задач. Будущее страны – это человеческий капитал. Первоначальное воспитание человек получает в семье, а затем в образовательных учреждениях. В этом плане президент позаботился об условиях труда воспитателей, о повышении их квалификации. Улучшение кадровой подготовки – это радует. Библиотекари считают, что все направления послания нужно обязательно разъяснять среди молодежи, чем они и займутся в ближайшее время. Для этого уже запланирован ряд мероприятий.